Это новости на Хабар 24 в студии Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. Казахстанцы Александр Бублик и Андрей Голубев проиграли в финале Ролан Гароса. Это первая игра в карьере наших теннисистов, когда им удалось сыграть в финале крупнейшего и престижного турнира серии «Большого шлема». В финале открытого чемпионата Франции по теннису казахстанский дуэт встречался с хозяевами корта. Первая партия осталась за казахстанцами 6-4. Во втором сете дело дошло до тайбрейка 6-6, где сильнее оказались французы. В решающей партии казахстанцы уступили 4-6. Напомню, Бублик и Голубев были последними представителями Казахстана. На этом Ролан Гарос. Коллектив канала Хабар 24 поздравляет наших теннисистов с дебютом и успешным выступлением на турнире «Большого шлема». И о погоде. В 10 регионах страны объявлено штормовое предупреждение. Грозу синоптики прогнозируют в ЭКО, ЗЭКО, Акмолинской, Туркестанской, Мангостаусской и Акцюбинской областях. Пыльную бурю местами ожидают в Казлардинской. В этом регионе сохраняется высокая пожарная опасность, так же, как и в Павлодарской области. Ветрено будет в Алматинской и Карагандинской. Днем 13 июня в горных и предгорных районах Жамбулской области ожидается сильный дождь. К событиям в мире. Вторая волна эпидемии коронавируса сильно ударила по индийской экономике. За финансовый год она сократилась на 7%, сообщает Associated Press. Кризис, вызванный ограничениями из-за пандемии, вытеснил из рядов среднего класса свыше 30 миллионов индийцев, а людей, зарабатывающих менее 2 долларов в день, стало на 75 миллионов человек больше. Восстановление экономики страны будет таким же долгим, как и во многих других государствах, считают эксперты. Я думаю, что на восстановление экономики потребуется много времени. Пандемия отбросила наш бизнес до уровня, который был 2 года назад. Теперь нам понадобится такое же количество времени, чтобы нагнать упущенное. Полететь на такси. Американские разработчики представили электрическое аэротакси, которое, по их мнению, составит конкуренцию общественному транспорту и избавит людей от пробок. Скорость воздушного автомобиля достигает 240 километров в час, а на одной зарядке он может преодолеть расстояние до 100 километров. При этом устройство достаточно безопасно, утверждают создатели. В аэротакси одновременно можно перевозить 4 человека и багаж. На рынок летающее средство передвижения планируют вывезти уже в 2024 году. Сейчас проект проходит сертификацию в Федеральном управлении гражданской авиации США. Мы создали такое транспортное средство, которое действительно способно возить пассажиров целыми днями напролет. Она заряжается во время посадки и высадки пассажиров. На земле они будут находиться менее 10 минут, а затем снова в воздух. Наша цель заключается в том, чтобы создать массовый вид транспорта, который изменит образ жизни людей в больших городах. И вернемся к событиям в Казахстане. Свыше 4 миллиардов тенге потратят на реконструкцию аэропорта в селе Урджар в Восточно-Казахстанской области. В частности, на эти средства удлинят взлетно-посадочную полосу и обновят здания аэровокзала. Проект реализуют в рамках программы «Дорожная карта занятости». В воздушной гавани установят современное светосигнальное оборудование, что позволит принимать самолеты в ночное время. После капитального ремонта аэропорт сможет принять более крупные судна. По словам специалистов, это позволит увеличить поток туристов на побережье озера Алаколь. Завершить модернизацию планируют весной следующего года. Раньше была взлетно-посадочная полоса 1580 метров, сейчас увеличится до 2160 метров. Темп работы постоянно увеличиваем. На данный момент люди более 70 человек работают. Также от центра занятость населением мы ожидаем пополнения порядка 50 человек. В этом году в Алматинской области вода на орошаемые земли подается в достаточном количестве. В прошлом году уровень живительной влаги снизился почти в 10 раз. В этом их заполняемость достигла почти 85%. Поэтому угрозы для 500 тысяч гектаров орошаемых земель нет, отметили в областном управлении сельского хозяйства. Однако ситуация на Капшагайском водохранилище до сих пор беспокоит общественность. Если с Капшагая в Ильи сбрасывается 500 кубометров воды в секунду, то из соседних стран в этот же водоем поступает воды гораздо меньше. Это приводит к снижению уровня воды в водохранилище. Чтобы урегулировать ситуацию, в регионе сократили пассивные, которые требуют много поливной воды. Наоборот, увеличили площади кукурузы, колоссовых и бахчевых культур. В прошлом году по области без воды засохло почти 14 тысяч гектаров земли. В этом году ситуация стабильная. Уровень воды в реках хоть и ниже нормы, но этого достаточно для полива урожая. В Каратальском и Балхарском районах мы на 2400 гектаров сократили посевы риса. В регионе самая крупная река Ильи поступает 346 кубометров в секунду воды. В прошлом году этот показатель составлял 228 кубометров в секунду. Уровень водохранилища снижается. До экстренной ситуации у нас имеется запас. В других районах проблем с водой нет. В Павлодарской области местные пчеловоды развивают пчелоужаление. В регионе постепенно увеличивается число тех, кто проходит апитерапию. Особый вид народной медицины популяризирует одно из крупнейших хозяйств области по производству меда. Желающих оздоровиться апитоксином, иными словами, пчелиным ядом, с каждым днем становится все больше, говорят основатели. Средняя возрастная категория обращающихся люди 35 лет и старше. В ходе терапии назначается целый комплекс природных витаминов, среди которых маточное молоко, мед и прополис. На территорию области у основателей проекта есть своя пасека. Наряду с предоставлением лечебных услуг пчеловоды предлагают более 20 видов меда и другие продукты. Главная цель – сделать мед регионотечественным брендом. В этом году начали разводить карпатскую породу пчел. Благодаря государственной поддержке аграрии намерены расширяться. Есть даже планы реализовывать продукцию за рубежом. Бояться вот этих прекрасных насекомых не надо. Одно дело – это в природе, когда вас жалит пчела, это с каким-то ударом, силой и так далее идет. Другое дело – когда идет лечение, человек настраивается. И как это происходит? Достается пчелка пинцетом, ставится на биологически активную точку, жало остается. То есть вот такого неожиданного эффекта нет. И через определенное время убирается жало. В природе многие не знают, что жало нужно обязательно убрать, отсюда идут последствия. Спустя 30 лет возродили музыкальную школу в селе Успенска Павлодарской области. А ведь когда-то в райцентре рождались настоящие таланты. В тяжелое время сельчане не смогли сохранить здание. Не было средств на его содержание. Теперь же воспитанники нацелены покорить новые вершины. Лилия Леонтьева вернулась в профессию. В 1982 году она начала преподавать в Успенке. Это было золотое время, вспоминает учитель музыки. Несли 40, несли 40, несли 40 грошей. Конечно, в то время мы испытывали большую горечь. Из-за того, что потеряли здание, потеряли большой контингент учащихся. И пришли к тому, что школа закрылась. И, конечно, для нас это было несказанной радостью. Когда, наконец-то, наша школа вновь открыла двери для детей. Услышав, что открыли школу искусств, жители села понесли сюда музыкальные инструменты. Многие сохранились еще с тех времен. Поддержали сельчан и спонсоры. А вот бывшие учителя достали из личных архивов старые ноты. Дело заспорилось. Дети увлеклись музыкой. Зимой открылся детский домбровый ансамбль. Интерес к национальному инструменту растет. Даже персональный ученик появился. Аким района. Кьюи вдохновляет. Потому что, кроме того, что ты играешь, ты обязан изучить и авторы. Это Товлет Кирея Курма-Ахазе. Сейчас более современный автор. И, конечно же, каждый Кьюи – это своя легенда. Своя история. Свои традиции. Своя глубина. Музыкальные способности Акима учитель музыки оценивает высоко. Говорит, вполне способный ученик. Но главное – поддерживать все инициативы. Уже заключили и сотрудничество с музыкальными учреждениями области. Мечтают о собственном здании. Каждый урок у нас проходит так, что мы не только там ноты учим, а именно философию Кьюи изучаем. Изучаем композитора. Изучаем историю произведения обязательно. Воспитанники в активной подготовке. Скоро – День Домбры. На праздники горят желанием участвовать 70 домбристов со всего района. Ербулабиша, Самат Аспанов, Железь Тимирбулак. Из Павлодорской области. Хабар, 24. И на этом пока все. Оставайтесь в курсе событий на телеканале Хабар, 24. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин